Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Решил наготовить к новому году всяких вкусняшек, сыровяленых, сырокопченых, варенокопченых. Заказал у БСТК свиную ногу и сейчас еду за ней. Каждый раз, как только на канале появляется ролик с каким-нибудь здоровенным отрубом, появляются комментаторы, рассказывающие сказки, что, конечно, это только в Испании можно такое купить. Сил нет никаких читать этот бред. Я приезжаю в Россию, в Татарстан, к родителям, в маленький городок и покупаю прекрасное мясо. Естественно, я ищу его не в ближайшем пивном ларьке. Я приезжаю в Москву и опять-таки пять минут поисков в интернете и вот тебе телефонный десятка поставщиков. Звони, тебе хоть целую свинью привезут, хоть барана, хоть бычка. Разделают на нужные тебе трубы, а не нужно разделать, так к живому приведут на веревочке. Я заказывал себе мясо прекрасного качества. В Тверской области, когда жил на даче, в Калязни заказывал. Там народа-то нет практически. Без проблем. Короче, везде можно найти мясо в наши дни. Если, конечно, не ныть, сидя на продавленном диване. Сейчас я, например, приехал в городок, который находится в 20 километрах от меня. Здесь есть рынок, на рынке есть мясник. Я с ним познакомился и беру у него под заказ обалденную свинину. Свинина отличная. Говядины у него хорошей нет, потому что нет хороших поставщиков. За ней приходится ехать к мяснику, который находится в 40 километрах от меня. Там с говядиной все отлично. Совсем уж по бокам, в 6 километрах от дома есть супермаркет. Там тоже есть мясник, я с ним познакомился. И у него беру и говядину, и свинину, если мне нужны небольшие кусочки, не более 3 килограммов. В этот супермаркет привозят не туши, уже разделанные шмоты мяса. Короче, вот рынок в старой части города Чаби. Чаби – это Нолинсиана. Если не Кастаяна, то город будет называться Хавея. Не Хавея. Добрался до дома, надо срочно приниматься за дело. У меня эта нога потянула на 7 килограммов 215 граммов. Продали мне ее по цене 3 евро 89 центов, то есть 28 евро. Она, конечно, не такая здоровенная, как задняя, но из нее несколько вкусняшек я приготовлю. Ну и для начала надо отделить рульку. Я совсем не мясник, и опыт разделки тушь у меня сгульки нос, и весь этот опыт исчерпывается разделкой диких кабанчиков, ну и парочки лосей, если говорите копытных. Пока жил в России, охотился. Рульку буду готовить в следующем ролике. С этой части надо постараться удалить кость. Долго копался в интернете для того, чтобы выяснить, как это правильно делать. Ничего не нашел, если среди подписчиков или среди зрителей канала есть профессиональный мясник, снимите мастер-класс. Я бы с удовольствием поучился. Мастер-класс по удалению костей из передней ноги. Ну вот как-то так. Но все равно Кусман здоровенный, надо его разделить. Отлично, с разделкой завершил. В сегодняшнем ролике покажу приготовление сориальной ветчины из вот этой вот боковой части ноги. Обнаружил здесь одну мышцу, такую достаточно плотную, цельненькую. Вот ее отделил. Эта часть пойдет в следующий ролик также. Ну вот эта с кусочком шкуры. Постоянно спрашивают про печати. Не удаляю я печати. И в ГОСТах написано, что печати не нужно удалять. Это вообще краска съедобная. Так что ничего страшного, если печать здесь останется. Смотрите, какой кусочек хороший. Красота. Ровненький, аккуратненький. Так бы сыр имел. Вообще слово ветчина происходит от слова ветхий. Ветхий применительно к мясу не в смысле какое-то старое, древнее, испорченное. Это противоположность свежему мясу, свежатине. То есть можно готовить мясо свежезабитого животного, а можно заготовить его впрок, завялить или заварено коптить. И так есть. Это уж потом ветчину стали называть просто ветчиной, хотя она вообще-то называется по-правильному вареная или варено-копченая ветчина. Это к тому, что ветчина совершенно не обязательно вареная. Она может быть и сыровяреной. Это уж вы просто, скорее всего, привыкли именно к вареной ветчине. Солить буду сухим способом. В подсолнечную смесь у меня идет черный перец, соль нитритная, сахар и чесночный порошок. И градулированный чеснок. Мясо надо со всех сторон пересыпать смесью и убрать в пакет. На просолку. Просаливаться этот кусок у меня будет неделю. Был бы побольше кусок. И на две недели в холодильнике его спокойно оставил. Кусок просолился. Даже он дал сок. Видите? Вон он. Теперь это нужно все смыть. Все это безобразие. Кусок старательно промыл, но чистенький. Соль вытянула всю влагу из него. Сейчас нужно его просушить. У нас сейчас температура на улице плюс 12, плюс 14 в среднем колеблется. И влажность на уровне 75%. То есть это идеальные условия для завяливания. До тех пор, пока температура не изменится, я буду вялить на улице. Но изменится, в камеру лица ровяла уберу. Надо бечевку продеть, чтобы подвешивать было проще. Вот так подвешу на оливу. Это у меня стандартное место для завяливания. Здесь продувается, все хорошо, сохнет. Иной по случаю зимы мух у нас нет никаких. Так что отлично мясо провялится. Готово будет тогда, когда его вес достигнет порядка 65-70% от массы несоленого сырья. Наконец мне дошли руки до продолжения съемки этого ролика. Мясо было готово уже 100 лет назад. Я вывешивал ее на завяливание 28 декабря. Сегодня уже почти середина февраля. Очень давно оно уже готово. Но то один ролик снимаю, то другой. Открываю холодильник, смотрю, лежит мясо. Блин, надо же его разрезать, показать, какой он получилось. Сейчас разрежем, попробуем, посмотрим. Так, смотрите. О, слушайте, отличный, отличный цвет. Красивый. Прекрасное сочетание. Мясо, когда завяливалось, у него поверхность была жестковата. То есть начал появляться закал. Поэтому я его в пленку замотал и отправил в холодильник в таком состоянии. Думаю, ну, недельку полежит, размякнуть я его разрежу. Пролежал мне недельку кусок. Давайте пробовать. Тонкий. Классный вкус. Очень простой. Да, есть рецепты с более богатым вкусом, более интересным. Но там все сложнее. На канале не есть. Вот здесь самый простой, самый элементарный способ получить завяленое мясо. Легкий, простой рецепт вкусного вяленого мяса. Если хотите начать процесс завяливания, попробовать каково это, то вот с этого рецепта и стоит начинать. Ну, держусь. Просто класс. Пробуйте. Вам понравится. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok